Тех, кто может рассказать, каким было это страшное воскресное утро 22 июня 41-го, с каждым годом остается все меньше. Мои коллеги встретились с Евгением Жучковым, которому в этот день было 10 лет. Как сейчас помню, воскресный, солнечный день, и никакого телефона нет, никакого радио нет тогда, в то время. Вот кто-то из, значит, сельского совета пришел, был там и сказал об том, что началась война. Ну, все сразу, значит, собираться стали. Так началась война для 10-летнего мальчика Жени, который жил в деревне в Мордовии. Война, которая шла 1418 дней и ночей, и семьи Жучковых на фронт призвали сразу четырех человек, отца и трех братьев. Мама осталась двумя детьми в тылу. В колхозе ни копейки, ни зернышка не давали в те времена. Выжили, потому что много трудились, рассказывает Евгений Петрович. У меня вот сосед был, дядя Миша, мы все ходили в лес, там, почище траву выбирали, косили для еды, лебеду собирали, значит. А он говорит, да трава, она и есть трава, выйдет, свинушка около дома росла, накосит ее, и, значит, в этот хлеб. Все это на наших глазах. Труд и та ответственность, которая нам, значит, и та справедливость, я должен сказать, еще справедливость. Над нами никто никогда не надругался или не пытался чем-то унизить, наоборот. Все у нас уважение и к родителям, и к родине, и к школе. Успевали не только работать, но и учиться, радоваться жизни, творить и участвовать в самодеятельности. Радостную новость Евгений Петрович услышал во время урока. Директор школы и объявил об окончании войны. Мы, а еще в деревне не знали, я говорю, телефонов броши не было же. Мы прям бегом бежали из школы сообщить своим родителям, значит, значит, что соображали, наверное, раз так, радовались. Более 35 лет Евгений Жучков посвятил служению закону. В 1984 году стал прокурором Чувашии. На работе в правоохранительных органах всегда был в списке лучших. Евгений Жучков – заслуженный юрист России и почетный работник прокуратуры. Военная закалка всегда помогала ему в работе. Но даже у такого сильного человека в день памяти и скорби, слезы на глазах и дрожь в голосе. Был он не молодой, но бравый, шел под пулей без долгих споров, наводил мосты, переправы, не на шаг от своих саперов. И погиб под самым Берлином, на последнем на поле винном, не простясь со своей подругой, не узнав, что родит ему сына. Татьяна Трофимова, Борис Андреев, Республика.